Володь, смотри, вопрос к тебе, вот у вас же наверняка в закрытом клубе, то есть, ну, понятное дело, нам, там, блогерам и сетевикам постоянно кто-то что-то предлагает, постоянно какие-то новые проекты. У вас же, наверное, бывает, что какой-нибудь там член клуба, допустим, Зара Бара Хорошо, вот понравился ему какой-то проект, зашел он туда и, ну, и говорит, давай, Володя, давай, ну, качнем всем клубом, да, но вы этот проект рассматриваете и, допустим, ты видишь, что, ну, что-то тебя в нем не устраивает, бывает такое? Да, конечно, много раз такое было. Вот, а вот можешь, так сказать, ну, это что, интуиция тебе подсказывает или что, вот в каком случае вы принимаете решение, что вот вроде бы партнеру клуба нравится этот проект, а вы вот решаете не заходить? Ну, здесь много факторов, да, во-первых, интуиция, во-вторых, я проект скидываю в основном тоже в нашей команде, мы там смотрим, у нас там, я уже рассказывал, там, на каких-то прямых эфирах, что у нас много там тезисов, да, почему мы там выбираем 10 флагов зеленых или красных, там, вот, ребята смотрят, потом, ну, смотрю, лежит ли душа, вот, как я уже сказал, к проекту, потому что ты можешь сказать, да, все классно, а потом что-то тебя остановит и просто тоже трафика не будет, вот как у Дениса или как у меня, там, еще раз повторюсь, кубитечем или еще там с какими-то направлениями, и просто это будет, ну, твоя инвестиция, да, можно там зайти на пассив и заработать на пассиве, но команду ты там с таким подходом не построишь, потому что, говорю, люди это чувствуют, когда тебе что-то не нравится, или они смотрят, допустим, у меня сейчас они смотрят, на какой я депозит делаю в проекте, то есть несколько тысяч долларов, значит, это уже такое, можно там заходить или нет, если это там 50 тысяч долларов или 10 тысяч долларов, то они уже, ага, Володя проинвестировал такую сумму, значит, что-то там можно и нам там что-нибудь там рискнуть. Да, сейчас, сейчас с депозитом 1000 долларов, это вообще просто, что, ту штука, ну, это, походу, он вообще, он еще и рифа вводит, да он, значит, он в проект вообще не верит. Вот так-то. Можно я там беру поиграться, там, что-то, там, какие-то направления, и я знаю, что много людей на канале, там, любят что-то такое, типа, там, Genesis и Stockman, ну, такие интересные два направления. Да-да-да, вот тоже спрашивают сейчас вот про Genesis, я вот смотрю на это. Да, ну, у меня висел, вот сколько там, две недели ролик, последний как раз пока и не это. А по Stockman, Володя, что думаешь, тоже спрашивали ребят, по-моему? Ну, достаточно интересный проект, на мой взгляд, с интересным маркетингом и с интересным подходом и тоже с таким, с развитием. Хотя там, ну, я уже говорил, что есть пирамиды, такие качественные, с открытыми лицами, с говорящими головами, да, как мы говорим. С продуктами, типа, автопрограмм, жилищик и всего остального. Это вот то, что может прям, если стреляет, то работает долго, там, год и больше. А есть вот такие вот закрытые хайпы, это уже хайпы, да, что Genesis, что Stockman, это там, где нету лиц, там, официальных и всего остального. А даже если есть, то это актеры, которые там, ну, и там актеры, да, вот в этих, там, в Кэшбэри или еще где-то. О, есть актеры, которых прямо вот ты смотришь такой, ну, актер, а есть такой, который, а он был актер, ты узнаешь об этом только после скрама. Как раз так, ну, бля, хорошо, Артурчик говорит, хорошо. Ну, да, ну, вот как в «Авантаресе», допустим, ну, даже видно, да, то, что это там нарисованный типок. Вот, а, допустим, если посмотреть «Финика», то, блин, какой молодец, да. Ну, да, там вот Доронин, он как лидер и как вдохновитель всех. Ну, да. Нет, ну, у него же имя-то настоящее. Да, я и говорил, что есть вот такие вот профессиональные актеры и там массовка, там вот такие проекты, это второго уровня, это хайпы. На них тоже можно заработать, но там рисков в разы больше, чем, допустим, «Финика», в «Антаросе», в «Бенсоносе» и вот в прочих таких хороших качественных пирамидах. Поэтому здесь надо в такие направления просто меньше инвестировать, поэтому я туда инвестирую, там, не 10 тысяч долларов или, там, не 50 тысяч долларов, там, 20 или 30, а именно, там, несколько тысяч долларов, чтобы поиграться. Повезет, можно прокрутить и на пассиве заработать, не повезет, ну, значит, не судьба. И так должны все, вот я сейчас застрою это внимание, кто смотрит сейчас в YouTube, должны так называть. Не надо, там, слева смотреть, там, Володя зашел, значит, надо, там, по максимуму закинуть, надо всегда распределять. Конечно. И надо в такие направления, там, 3-5-10% от вашего капитала. Есть 100 тысяч долларов или, там, 10 тысяч долларов, максимум тысячу вот в такие направления или в одно закинул тысячу и все. Или по 500, вот, туда-сюда. Ну, я всегда говорю, ребят, говорю, если какой-то блогер, если кто, где-то активный партнер сделал депозит, там, какой-то, ну, достаточно серьезный, это не показатель того, что вам надо сделать то же самое. Потому что вы не забывайте о том, что человек развивается по партнерке, он свой депозит отводит гораздо быстрее вас. Во-вторых, это его не последние деньги. В-третьих, у него очень много проектов и направлений, он не зависит от одного этого инструмента. Это очень важно понимать, потому что, ну, понимаешь, там, в твой депозит и тысяча долларов для кого-то, можно сказать, ничего себе тысячу долларов завел. То есть люди же разные, да? Поэтому здесь, ну, что делает блогер? Лучше, я всегда говорю, лучше напишите в личку, поинтересуйтесь, спросите. Тем более, сейчас, ну, по проектам, тем более, там, ну, как бы, время бежит достаточно быстро, и этот проект может быть просто уже неактуален, да, там. Ему будет уже поздно заходить. Да, мне кажется, мы, как блогеры, все-таки делаем полезное дело в каком смысле? Что люди по нашим каналам видят, что мы в разных проектах участвуем. То есть мы не зацикливаемся на чем-то одном, да, есть блогеры, которые вот какой-то один проект взяли, и вот они его там качают, да, то есть, а так люди видят, что мы постоянно что-то разное. Кому-то, может, это и не нравится, но, с другой стороны, все понимают, мы следуем диверсификации яйца по разным корзинам. Да, ну, что я тоже поддерживаю Дениса, что лучше написать блогеру, да, не стесняться, что там можно там зайти или нет. Да, или просто, что ты думаешь, вот на данный момент актуально или не актуально, там, вот сегодня у меня буквально человек был и тоже спрашивал, ну, мне надо сразу понимание, да, может, у человека там, ну, может, у него зарплата. Вот мне многие спрашивают там, есть 100 тысяч рублей, я говорю, окей, а сколько твоя зарплата? Он такой, ну, говорит, 30. Я говорю, то есть, смотри, ты 100 тысяч сейчас готов запустить, это 3 месяца твоей работы. Вот ты из года 3 месяца свои, рискуешь 3 месяцами работы, то есть, ну, то есть, я всегда считаю так, сколько ценность суммы какой-либо, она зависит от того, сколько ты времени потратил на заработок этой суммы. То есть, я вот так, и для кого-то там 100 тысяч рублей, это 3 месяца работы, а для кого-то это за одни сутки можно заработать. Ну, да. То есть, вот так вот это все измеряется. Также и покупки все, и все остальное. Поэтому здесь вот риск, я всегда говорю, ну, с риском подходите так, за сколько вы заработали эту сумму. Вот вы готовы сейчас рискнуть, там, тремя месяцами работать, да, там? Ну, у меня просто там есть товарищ, который там в свое время там, ну, грубо говоря, там зарабатывал, к примеру, 30 тысяч рублей, ушел себе за 15 тысяч рублей и покупал джинсы. Ну, то есть, я говорю, Леха, говорю, это получается, ты 2 недели херачишь, не ешь, не пьешь, только работаешь, и потом вот ты готов 2 недели своей жизни отдать за джинсы. Так? Я говорю, это, по-моему, роскошь для тебя какая-то, говорю. Ну, лучше написать, вот я вот сейчас, есть люди в наставничестве, небольшое количество. Это я у кого-то, кто-то из стендаперов, что ли, рассказывал реальный случай, знакомый в Москве, ну, договорился о встрече, они встречаются, и знакомые просят дать взаймы. А он спрашивает, тебе на что взаймы-то? А телефон хочу купить, там, какую-то последнюю модель, то ли айфон, то ли что-то, типа, там, 60-70 тысяч надо. Он говорит, так, а зачем? А он отвечает, это же Москва, надо соответствовать. Вот логика такая. Есть такие люди, которые, я тоже к таким людям относился, потому что я помню, как я в кредит взял сразу несколько телефонов, один себе, а другой отцу подарок, там, не помню, на день рождения, по-моему, подарил ему Nokia, там, какой-то. Ну, там он недорогой был, но для меня тогда это было дорого, там, 8 тысяч рублей, у меня зарплата там была 15, по-моему. Половина зарплаты, да? Да, нет, половину зарплаты он стоил, ну, в кредит там надо было там 100 или по 1000 рублей там в месяц отдавать за этот аппарат. И у меня получилось так, что мы там, ну, еще там молодость такая была, там, девочки, там, все, и мы сидели там около дома на лавочке. Я пошел девочек пророжать, а телефона оставил, короче, два вот этих новых на лавочке в кредит. Прихожу, их нету, короче. Это был первый скам у Вовы, который еще не занимался заработком в интернете. Два телефона ушли в эту трубу, и за них потом еще год расплачивался, короче. Вот так вот, да. Зато кто-то порадовался, сверху подарок ему пришел. Да, так что... Это была тренировка перед скамболом. Ну, не было, помню, на машину тоже брал в кредит себе за 15 тысяч рублей. За оплатой тоже 15 тысяч рублей. Sony PlayStation 2 тоже. Это первая, кстати, моя приставка, который... Кредит начался вот с нее. Sony PlayStation 2. Я думал, ничего себе, можно взять сразу и потом... Уже пользоваться, а платить потом. Потом я вообще все брал в кредит у меня там где-то лет... Это такая игла, короче, тебя подсадили. Да. У меня буквально недавно... Ну, я рассказывал историю о том, что у меня племянник, и я ему там каким-то образом... Кстати, у него уже два эфира. Ему 14 лет будет в этом году. У него уже есть два эфира. Да. Откуда? Ты подарил? Или он сам заработал? Нет, на самом деле я ничего не дарил. Ну, был, короче, одно направление. Я его поставил первым, и ему по партнерке заработал. Потом я говорю, слушай, 20 тысяч рублей, что с ними сделать? Он говорит, какие варианты? Я говорю, ну, могу отдать, кинуть твоему папе на карту, он тебе отдаст налички. Второй вариант, можем купить крипты. Он говорит, какой крипты? Я говорю, эфир. Это было год назад примерно. Я ему купил эфира, в итоге у него там что-то в районе 0,5 было. Потом на Новый год я ему еще там что-то подарил. В итоге у него 0,6... А, 1,6 было. 1,6, все. Вот. Потом он пошел в гору, а я сидел и сразу его в Амир Капитал не завел. И вот после Нового года я и завел ему в Амир Капитал. Я на брата оформил, короче, аккаунт. Все, ему завели. У него сейчас по сложным процентам работает. Сейчас у него уже 2 эфира. Вот. Но на тот момент он мне пишет, а сколько, говорит, у меня там денег? Ну, я ему посчитал тогда этот эфир, я не помню, сколько стоил. Ну, у него получалось тысяч где-то, наверное, 40, может быть, 50 рублей было. А что такое? Тебе что надо? Он говорит, ну, я хотел ноутбук поменять. Типа, я говорю, а зачем тебе ноутбук? Не, так он, конечно, сейчас у него, извини, вот на пике у него было там в районе полумиллиона рублей. Ну, то есть. Он, наверное, в шоке такой. Да, он мне потом, что там, я за курсом слежу, там нормально? Нормально, говорю, у тебя все хорошо, говорю. Если ты не продашь, говорю, это до 18 лет, ты сам себе машину купишь, говорю. У него уже 2 эфира набежало, я буквально, да, насмотрел. У него уже 2 там с копейками даже, там проценты в Амире хорошие были. Или последние 2 недели. Закинул, да? А? Амир закинул, да? Да, я Амир закинул, да. Да, ну, я тупанул, надо было сделать это еще год назад, когда у него только появился эфир. А я его на бирже держал. Ему чуть не купал, докупал там на 20 долларов, на 30, там у него по партнерке ему приходило. И все. Ну, в итоге, ну, вот как бы сейчас у него есть. И вот он мне перед вот этим ростом, когда вот все было, у него тогда в тот момент было тысяч, наверное, ну, где-то 40, может где-то так, может 50, я точно не помню, но... И он мне такой, я ноутбук хочу. Я говорю, а зачем тебе ноутбук? Ну, объясни мне. Я говорю, у тебя же есть ноутбук. Он говорит, ну, я хотел новые. Я говорю, ну, а чем будет новый отличаться от старого? Что ты можешь делать на новом, что ты не можешь делать на старом? Он тебе поможет денег заработать как-то или, ну, для чего он тебе нужен? Вот. И он что-то такой, ну, ладно, не надо, пусть будет. Я говорю, деньги. Ну, говорю, мы можем, конечно, это сделать, но ты тогда лишишься возможности, как бы, заработать намного больше. Вот. Ну, и сейчас, конечно, он такой, ну, хорошо, что ты тогда не продал. Я думаю, да я бы тебе не дал продать. Вот. То есть я считаю, что если ты там тратишь какую-то значительную сумму, ну, как-то она должна как-то это... Ну, особенно вот в их возрасте, ну, чтобы она как-то, не знаю, тебе приносила какой-то позитив, ну, заработок, там, не знаю, еще там что-то. Нет, если это как инструмент для блогера, например, там, ноутбук нужен именно для нее. Да, да, да. Я могу сказать. Как Киосаки и говорит, бедные покупают пассивы, да, богатые покупают активы. Так что смотря, для чего это надо. Ну, ему я понял, я так понял, что это точно не для заработка, я думаю, сиди, вот тебе, я думаю, два года назад дарили там ноутбук на Новый год. Вот все, Дед Мороз подарил и хватит. Что Володя хотел сказать? Я говорю вот как раз про запись, вот этот, ну, вот, который от Амира мне достался. Так. Двенадцать. Я на него теперь все пишу. Только без микрофонов, без всего. Вот последние ролики, можете тоже звук посмотреть. У меня человек, конечно, там, кто ролик монтирует, он немножко со звуком работает. Ага. Но там все четко, вот на нем прям шикарнейший микрофон. И можно, вот я там туда Кантазию свою любимую купил, установил там, 12 тысяч, по-моему, потратил за нее. Угу. И, в общем, у меня теперь все на Маке я там делаю. Угу. А я же себе тоже приобрел Макбук, причем я его покупал через проект Project Twin, я покупал там токен, они у меня полгода где-то лежали. В итоге мне Макбук обошелся в 38 тысяч рублей, который стоит 120. 12, да, и я взял себе Макбук Air золотого цвета, но у него оперативки везде 8, я взял 16. Угу. Оперативки. Ну, я такой, ну все. И вот я сейчас им пользуюсь, очень доволен, прям, как удаф, ты честно. Да, ну вот эти М1, конечно, они вообще, конечно, тоже на М1, да. Меняли такую тенденцию на рынке, очень скоростные такие штуки. Да. М1 это номер модели или что? Нет, это процессор. М-м-м. Самый быстрый сейчас в мире процессор, который есть. Не, я доволен, ну, конечно, перестраиваться. Я, допустим, не был поклонником Apple, но после того, как я себе купил Макбук, начал им пользоваться, думаю, так, ну надо еще взять себе iPhone. Но так как я сразу понимал, что это будет не основной мой телефон, я пришел в магазин, взял 12, 11, 12 Pro. И когда я взял 12 Mini, вот так, прям в руку, хоп, и он такой, прям, как влился, я такой, вау. Вот, я возьму. Я его взял просто как дополнительный, и если бы я вот его взял бы, я бы его, наверное, сразу через неделю бы продал, потому что, ну, я вообще в нем как бы не это. Но когда ты его берешь как дополнительный, то у тебя как раз есть время для того, чтобы, то есть у тебя основной есть, да, и взял. Потом я, кстати, поменял вот это, от Амира, я получил бесплатно тоже. Вот. И вот сейчас я, в принципе, на iPhone более-менее нормально, то есть у меня нет такого вот, как поначалу было. Я так думаю, что скоро перейдешь там свои Android туда наверху. Нет, здесь есть огромный минус. То, что ты копируешь, и в буфер обмена у тебя сохраняется только последняя копипаста. Ну, а там что-нибудь? А в Android ты просто 10 записей можешь. Копипаст, копипаст, копипаст. Просто они у тебя вот так как в буфере сохраняются, ты выбираешь потом тот, который тебе нужен, щелкану, шелкану. Я не знал даже это. Это вот отличная функция. Я это сейчас только понял, что, блин, вот этого не хватает. Может быть, и в iPhone такая функция есть, просто ты не знаешь. Я не знаю. Я когда Mac взял, я вообще не понял. Я такой, а где правая кнопка мыши? Что за ерунда? Там же двое пальцами натыкать. А я такой, что за ерунда? В гугле уже там, что, где, куда, нажимая здесь, ничего нет. Костник Леонову говорю, Кость, где? Я, как говорю, правую кнопку мыши тут, по тех пор, копировать, что делать. Я вот папе, кстати, как раз в выходные подарил ему этот 12 Pro Max тоже. Володь, а ты полностью на Mac'е перешел? Уже от Windows отказался? Сейчас я с Windows'а беру. Ребят пишут, что звук плохой, потому что я камеру переносную не перенастроил, а тут звук такой, не очень. Хотя я его тоже за сотню покупал. Вот, я на этом, короче, мне сейчас жаба пока душит за этот, платить за Photoshop на этом, потому что они сделали, что каждый месяц надо тебе абонентскую плату. Раньше покупаешь один раз Photoshop, пользуешься по жизни. У меня как на Windows'е здесь я купил, и все стоит. А здесь вот я вот, короче, все видео там все пишу, все монтирую, а загружаю уже с Windows'а пока. И в Photoshop'е здесь делаю картинки, там превьюшки. Да, ну вот я сейчас... Слушай, Вова, так смотри, скачай себе на Mac OBS'ку, а в OBS'ке ты можешь записывать видео. Я делал, пробовал на Mac'е. Зачем? У меня же Camtasia есть на это. Я не про видео, я говорю про... Картинки он делает. Превьюшки для роликов, да, ты делаешь в Photoshop'е? Не, про Camtasia ты там обрабатку, да, делаешь? Или снимаешь на Camtasia? Снимаю. Снимаю. А, не, я на этом на Bandicam снимал. У меня Camtasia к ней привык уже, я поэтому купил и все. Ну да, там кто под что привык, да. Дэн, он про Photoshop говорит, я так понял, картинки, превьюшки для роликов он делает. Не, ну это понятно, я тоже в Photoshop'е делаю на... Ну вот, поэтому... Ну я хочу перейти сейчас на Mac, полностью сейчас приеду в Сочи, я хочу себе большое... Подожди, то есть ты хочешь сказать, что Photoshop на Windows, он... Там нет абонентская плата, на Mac'е есть, да? У меня еще без обновлений стоит еще старый, когда покупал. Я не обновляю специально, чтобы абонент... А, то есть если ты обновишь, он начнет требовать абонентскую? Да. Интересно. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Возможности безграничны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова